День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Мир не изменится, если мы не начнём с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в эфире Радио Болтком. Программа «Зелёная лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зелёную лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари Надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь. И для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдеевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И помогает наша программа сегодня 15-летнему Илье Баранову, которому очень-очень нужна наша помощь, потому что с детства он борется за своё здоровье. У него инвалидность, очень сильные боли. И причина этих болей – более 15 диагнозов. Это вообще страшно представить. Мы не будем их перечислять, но поверьте, вообще в статье они указаны на сайте Микс Ньюс ЛВ, но поверьте, что это достаточно всё серьёзно. Сейчас Илье нужна помощь, потому что ему необходим специальный спеокостюм, который будет фиксировать позвоночник и позволять ему двигаться легче и без боли. И в Риге такой заказать нельзя. Поэтому Илья с мамой должен ехать в Германию. В клинике Германии его ждут уже 9 октября, чтобы заказать по индивидуальным размерам этот спеокостюм. Стоимость костюма – 4500 евро. Вот подробно так мы рассказали. Наш телефон 93006384, евро 42 цента за звоночек, работает всю неделю для Ильи Баранова. А сам Илюша сегодня у нас в студии. Здравствуйте. У нас экспериментальная программа. Обычно гости нашей программы – это известные люди. Актёры, режиссёры, музыканты. А на этой неделе мы решили, что очень интересный человек сам Илья. И нам очень захотелось пригласить его, побеседовать с ним. Он невероятно открытый, очень добрый, очень обаятельный. Беседовать с ним – одно удовольствие. У него очень много интересных жизненных историй. И наша задача даже сегодня не столько собрать средства на костюм, который позволит Илье не испытывать таких болей, которые у него есть. То есть там в позвоночнике такое строение, что это просто больно. Больно сидеть, больно ходить, и вот этот спевый костюм, он поможет. А хотелось нам просто показать человека и его отношение к жизни. Если мы сейчас все, у нас солнце сегодня не выглянуло тускло, у нас холодно, мы думаем, что такое настроение у нас не очень, и отопление непонятно, что будет. И как-то всё, жизнь повернулась сейчас, и мы можем чуть ли не уходить в депрессию, быть недовольными. А вот, пожалуйста, послушайте нашу программу, и поймёте, что к жизни можно относиться по-другому, если посмотреть на неё немножечко под другим углом. Да, вот мы сегодня глазами Илье вам покажем. И вообще хотим вам показать зелёную лампу изнутри, немножечко взгляд изнутри. Часто спрашиваете, как мы работаем, как мы с нашими героями встречаемся. Вот с Илюшей мы познакомились несколько лет назад, и с тех пор периодически встречались. И как-то то он нам присылает свои видео, как он поёт и играет, то где-то там мы пересекаемся ещё по другим поводам. У него чудесная мама, чудесная бабушка. И за это время, ну вот не знаю, ни разу, наверное, не видел, чтобы он не улыбался. Потому что он всё время улыбается. И несмотря на то, что ему больно, несмотря на то, что ему непросто очень живётся, он очень жизнерадостный человек и очень любит жизнь. Илья, как тебе это удаётся? Ну мне, как бы, я не обращаю внимания на свои болезни и боли, но так у меня получается общаться с людьми. И несмотря на боли, играть на инструментах, на органе, на пианино. И как-то у меня так получается, что никогда у меня грусти нет. И всё время хочется радоваться. И знаешь ещё, почему мы тебя сегодня решили позвать? Потому что три года назад мы делали публикацию про тебя, да, тоже в «Зелёной лампе». И статья называлась «Илюша и золотая рыбка». А помнишь, почему? Да, потому что у меня всё время какие-то мечты хотелось. Потому что, во-первых, ты читал Пушкина сказку о золотой рыбке, да? Да. Ты сказал, что любимая книжка на тот момент была. А потом он сказал такую вещь нам, мы вот помним с Олей, что я захожу в зоомагазин, останавливаюсь у аквариума, разглядываю золотых рыбок и думаю, вот бы мне встретить золотую рыбку, чтобы она исполнила мои мечты. Да. Да? Да, вот моя уже первая мечта сбылась, это орган. Ну вот сбывается, я начинаю уже играть, сейчас мы учим баха. Подожди, давай расскажем, какие вообще у тебя мечты были. А сейчас у меня, потом исполнилось пение у меня, вот, и дельфины, а сейчас у меня заветная мечта, встретиться близко с Прата Ветра и... Да, вот, да, пообщаться с ними, и, как бы, я их пою песню, «Манадесма» и «Дай миссис екерта» учу, и... Давайте вот немножко уточним, у Ильи один из его диагнозов очень тяжелый, не позволял ему спать нормальной ночью. И когда ему было 12 лет, вот мы познакомились, мама рассказала, что он спит в специальной маске дыхательной, потому что ночью у него бывают остановки дыхания. И в связи с этим Илья начал серьезно заниматься вокалом, у него способности есть. Я помню, вот меня тогда просто пробил момент, что Илья сказал, что когда начал он носить эту маску, потому что без нее дышать очень сложно, что она так ему натирала, что он первые несколько дней просто вот плакал. Да, это так было. Вот, но сейчас благодаря занятиям вокалом и специальным дыхательным упражнением стало получше с этим. Получше, да. Так, значит, занимаешься ты вокалом. А мечты были такие у него, сейчас, честно скажем, он, наверное, уже сам забыл. То есть он хотел стать тренером дельфинов. Да. Специальных дельфинов, которые ленчат. Ленчат детей, сам хотел. Потому что сам был на дельфинотерапии несколько раз с мамой. И хотел научиться играть на органе. Ну, давайте с органа, может, начнем. Как у тебя началось это? Потому что это такая мечта, я тебе скажу, достаточно экстравагант. Да, вот как раз прошло пару дней, как мы первый раз, я с Ритой и Ольгой встретился, и они меня пригласили на концерт Елены Приваловой, и она мне показывала орган. Елена Привалова тебя пригласила? Да. Она друг нашей программы. Да. Церковь Святой Гертруда. И я ее концерт слушала, потом она мне позвала орган посмотреть. Позвала тебе орган. Да, и вот тоже благодаря Яше Бурляеву он меня отвез в Балдырайскую школу. Подожди, не торопись. Яша Бурляев, давай расскажем, кто это. Это мой друг лучший, мы с ним познакомились давным-давно в Вайворе. Вайворе – это реабилитационный центр, где особенные детки с инвалидностью проходят реабилитацию. Да. Это мы сейчас говорим, как цепочка добра работает. Елена Привалова услышала нашу программу, пригласила Илюшу, а Илюша до этого слышал орган только издали, да, очень ему нравилось. И потом он познакомился с Яшей, а Яша – это тоже герой «Зеленой лампы». Замечательный мальчик, очень-очень талантливый, он незрячий, и мы помогали ему собрать вместе с вами в «Зеленой лампе» собрать денежки на специальный аппарат для зрения. И вот эти два мальчика подружились, представьте себе. Яша, да, он серьёзно занимается музыкой, он как слепой музыкант, да, но он очень талантливый, так как у него, он незрячий, то у него компенсаторный механизм включается, у него потрясающе гениальный слух. И вот Илья в Вайворе познакомился с нашим подшипным Яшей. И мы вот просто в игровой сидели, общались насчёт органа, и мы приехали в санаторий в Вайворе, он говорит, вот у меня свободный день есть, поехали со мной в музыкальную школу, где орган. И мы с ним даже поиграли немножко, таката, фуга, и вот мне даже понравилось, и вот у меня 9 июня 22-го года был экзамен, и я поступила, и вот у меня до сих пор, вот сейчас уже начинаю играть. В Балдырайской музыкальной и художественной школе. Да. Здорово, это здорово. Это вот такие первые шаги к исполнению своей мечты ты сделал. Ну, а ещё к слову, к тому, что ничего случайного не бывает, мама Милена твоя нам рассказала, что когда она ещё была беременна и ждала тебя, только, да, они с папой зашли в костёл, в Далгов пился, и услышали там орган. И папа твой сказал, что как бы я хотел, чтобы наш будущий сын научился так играть. Вот так совпало. Представляете, какая цепочка, да, мы сами удивились. То есть чудеса бывают, Илюш? Да. Ты веришь в чудесы? Я, конечно, верю. Они сами случаются или что-то надо для этого делать? Надо делать для этого, верить в чудеса и надеяться, что всё случится и как бы всё сбудется. А мы напомним, что наш телефон 9-03-06-384. Мы вас приглашаем сделать один звонок. Это евро 42 цента. Телефон подключен к благотворительному счёту, целевому счёту помощи Ильи в фонде BeOpen, чтобы собрать деньги на специальный компрессионный спил костюм, который будет держать корпус, поддерживать позвоночник, чтобы Илья не испытывал боли. Это очень важно, очень дорого. И так как Илья живёт с мамой и с бабушкой, они должны ещё платить аренду за небольшую квартирку, которую они снимают. То есть эта сумма просто космическая, неподъёмная и невероятная. И на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа» опубликованы банковские реквизиты. И напоминаем, что для жертвователей и для частных, и для юридических лиц, которые перечисляют свои пожертвования в фонд BeOpen, существует налоговая льгота. Любой бухгалтер вам это может рассказать. Ну и про мечты. Значит, про орган. Мы поняли, что ты идёшь просто к этой мечте, занимаешься. А тренером дельфинов расскажи, что с этой мечтой? Случилось так. Мы первый раз поехали в дельфинале в Литве, в городе Клайпе, да. И у меня была дельфиниха очень любимая. Просто она... Вы поехали... Это терапия с дельфинами? Да, это дельфинотерапия, и... Которая очень помогает, как мама. Очень, да. Она мне тоже помогла, и... И она просто вот подплывала ко мне, она вот знакомилась. И был первый случай, когда я только зашёл в бассейн с дельфинами, она выпрыгнула во весь рост. И я испугался как бы неожиданно. И тренер её очень наругал, как бы, что она так сделала. И вот как-то она всё со мной занималась. И вот как-то я понял, что дельфины... И вот это помогает. Я сам решил, что я хочу быть дельфинотерапевтом. Вот я поеду в Клайпеду учиться на дельфинотерапевта. Сколько тебе лет было тогда? Мне тогда восемь лет было. Мы первый раз поехали. А не помнишь, как звали эту первую твою дельфиниху? Габия. Габия. Да, и вот мы... Потом я в Минск начал ездить на дельфинотерапию. Там тоже есть дельфиниха Вита её зовут. У нас даже характер тренер говорил. Характер почти одинаковый. То, что характер. И вот она тоже дружелюбная. И вот мы играли с ней, и плавал на ней. Тоже было интересно. А вот когда мы попали в декабре в Одессу, в дельфинарии, и там был дельфинёнок. Его звали Аяка. И он настолько вот так вот как-то привязался ко мне, что когда его тренировал тренер, ему надо было кольцо. И он играл с кольцом и одел мне на шею. И стянул меня с дельфина. Вот чтобы он... Я не плавал на дельфине. На взрослом. Да, а вот чтобы играть с ним. Приревновал. Да, да. И он всё маму кусал за половники, что нет, ты с ним заниматься не будешь, я с ним играть хочу, и всё. А как ты это объясняешь? Ну, вот как-то... То есть он тебя как-то выбрал? Да, вот как-то... Друзья. Он вообще пугливый очень. Он боится людей, он побаивался, ну как ещё, молодой. И вот ко мне он как-то вот потихоньку-потихоньку подплывал уже ко мне. А вот потом уже вот начал дружить. И вот играли мы с ним. Даже не давал заниматься просто, чтобы ему уделяли внимание. Ну, тренером дельфинов ты передумал быть? Я передумал, потому что я сейчас уже фото занимаюсь и фото... Много лет. Давай вот расскажи, когда ты начал. Тоже 8 лет начал. 8 лет. Случайно так получилось. Мы поехали в ботанический сад. Я сфотографировала бабочку на фотоаппарат. И это было 2 сентября. Мы пошли в Верманский парк. Был день занятий от детского центра Даугмала. И там был учитель. Он журналистом был в молодости. И вот он меня решил взять. Я ему показала... Преподаватель фотографии. Да. И он вот взял. Я уже 8 год занимаюсь. И вот у меня последний год остался. У меня уже патается ибо есть. А вот осталось только получить в этом июне диплом. У Илюши на стене дома висят дипломы, которые с гордостью мама показывает. Награды за разные фотоконкурсы. А у нас в студии, вот если кто-то смотрит трансляцию, мы покажем. Есть такой календарь на 22-й год, который выпустил... Абдарьев. Да. Благодворительный фонд Нацлидзас. И с фотоработами художественными. И вот в этом календаре две работы Ильи. Вот Илья, это очень такой непростой сюжет. Это надо было где-то поймать. Это кони пасутся. И дымка на рассвете. Просто такой вот нежный-нежный туман удалось тебе сделать. Вот эту работу Ильи включили в этот календарь. Расскажи про своего учителя поподробнее. Ну, он, наверное, сейчас 93 года. Вот сегодня ему прекрасно. Ты его называешь своим другом? Да. У него сегодня день рождения? Да, у него сегодня день рождения. Поздравляем. Поздравляем. Его Иман зовут. Иман Джигурс. Он очень-очень добрый человек. Он с детьми очень хорошо общается. Я его уже как своим другом считаю, как родной человек. Вот поздравления и пожелания здоровья. Да, чтобы у него крепкое здоровье. Самое главное было. И вот мы с ним познакомились. Я ходила каждую субботу-воскресенье к нему. Мы занимались с ним. Он учил фотографировать. И потом я уже все более… Еще и объектив свой тебе. Да, он мне подарил свой объектив профессиональный. Я занимаюсь. Вот фотографирую с ним природу, пейзажи. Если даже друзья просят фотографировать, я фотографирую. И вот как-то… Илюш, ну вот расскажи у тебя. Мы знаем, что у тебя уже был такой опыт. В первой фотосессии ты делал. Да. С животными и с людьми, да? Да. Расскажи, пожалуйста, кого… Самая первая фотосессия была связана вот как раз с этими лошадками. Расскажи, откуда лошадки взялись. Вообще, сейчас перебью на секунду. Мама прислала фотографии твои нам для публикации. И практически все фотографии с животными. То есть очень мало таких, где ты один. То с голубями, то с какими-то барсуками, то с этими… С хомяками. С хомяками, с тюленями, там, я не знаю, с лошадками, с коровкой, когда маленький был. С собакой, с котами. С котами. Да. Вообще. Тебе нравится фотографировать животных тоже, да? Да, вот как-то меня вот провязала фотографировать животных. Это потому что их любишь. Да, потому что я люблю их очень. Люблю. Ну, и они идут просто к тебе в руки. Они идут у меня, вот у маминой знакомые, подруги, они живут в Зилупе. И вот мы каждых полгода ездим к ним в гости, как пообщаться. У меня конь там любимая есть. А она разводит лошадок. Лошадок, да. Для того, чтобы заниматься с особенными детьми. Да. Потому что у неё у самой… Особенный мальчик, да. 5 лошадок и пони. Да, у неё пони. Это волшебный пони. И с одной лошадкой у тебя случились… Да, его зовут Рекорд. Потому что, ну, он… Очень быстро. Да, он очень быстрый, он чемпион. Как бы, и вот. Он как-то привязался ко мне. Мы просто шли по лесу, гуляли. И он уже слышал мой голос. И мы подходили, он просто бежал ко мне. И вот просто целоваться лесу, вот как какая-то любовь. Вот как у меня даже мамина подруга говорит, вот, Илья, видно, у тебя между рекордом любовь какая-то. Вот что он так вот бежит к тебе. Скажи, а как вот этот снимок делал лошадки на рассветке? Это вот мамина подруга попросила фотосессию сделать. Утро, день и вечер, как закат. И вот так вот у меня получилось, что… Вот увидел, кони стоят. И вот как-то вот я вот как вот понял, что надо вот так сфотографировать. Вот у меня получилось. Я сам не ожидала, что у меня так получится. Но вот как-то вот так получилось у меня. То есть фотография дает ощущение, прям вот как будто ты туда заходишь. И мы скажем сейчас еще небольшую, маленькую информацию важную. Она, может быть, чуть-чуть преждевременная, но вот сейчас готовится выставка. И в ближайшее время, наверное, случится это событие. Будет фото-выставка работ Ильи, которую делает наш… Это дизайнер Катерина Муц, тоже друг нашей программы. Да, наша знакомая, и она занимается много благотворительностью. Она увидела, познакомилась с Ильей, ей очень понравились фотографии, и решила ему помочь. Потому что Илья, знаете, своим упорством и характером вот этим вот таким сильным, он всех поражает. И всех, кто с ним знакомится. И превращает и превращает в своих друзей. Скажи, пожалуйста… Мы сообщим, когда начнется эта выставка, ну где-то, наверное, в ближайшие две недели уже будет известно. Вот мы с тобой беседуем, и у тебя каждые несколько минут возникает мой друг, моя подруга, у меня есть друг, еще один мой друг, еще моя подруга. То есть у тебя какой-то редкий дар приобретать друзей. И диапазон твоих друзей, скажи, сколько самому старшему, сколько самому младшему? Самому младшему семь, самому старшему девяносто три. Ну, про старшего мы уже поговорили, а младший кто у нас? Семь, а это мальчик, вот тоже мы в санатории Вайвере с ним одновременно, вот я с ним и с Яшей познакомился, и вот мы как-то дружим. Часто в парк с ним ходим гулять, я его фотографирую, и вот… А у него тоже проблемы какие-то со здоровьем, да? Да, у него неизвестно, но что-то у него есть. А еще мама показывала фотографии, что Илье, он очень так сначала, ну, как он делает первые шаги, достаточно скромно, он не считает себя еще фотографом, потому что он подчеркивает, что он еще не получил сертификат, да, но он будет скоро. Фотосессии для знакомых просто. И что, она говорит, это удивительно, как у него удаются наладить контакт именно с детьми и с животными. Так что если вдруг вы захотите в центре прогуляться, в парке, сейчас будет осень золотая, красивые будут пейзажи, и если вы захотите просто вот, чтобы ваши дети получили удовольствие от общения с таким светлым, добрым, чудесным, радостным человеком, и провели замечательное время, получили хорошие эмоции и фотографии, то, пожалуйста, вот Илья. И на нашей страничке в Фейсбуке «Зеленая лампа», присоединяйтесь, мы обязательно напишем, сделаем тег, или просто «Илья Баранов», можно будет найти. Как ты объяснишь, что маленькие дети так даются, их же сложно поймать, точно так же и животных, их же сложно поймать в кадр, а у тебя они просто как ручные все. Ну вот так получается. Вот у меня мальчика была фотосессия мамина знакомая, и вот просто я за ним бегала три часа, мы в парке гуляли, но вот все равно фотки получились, и вот получается все равно как-то тяжело, но получается. А еще ты говорила, что у тебя были фотосессии с особенными детками? Было, было, тяжело, но было, получалось, получалось, да. Как тебе удавалось их как-то расположить, зафиксировать? Ну, да, пытался я. А он очень терпеливый. Я очень терпеливый, да. По жизни, да. Напоминаем, что телефон наш «Зеленая лампа» 9-30-63-84, евро 42 цента за звоночек, работает до 20 сентября в помощь Илюше Баранову, вот нашему 15-летнему гостю, рижанину и очень талантливому мальчику. И счет помощи открыт в благотворительном фонде Be Open, с которым мы сотрудничаем много лет уже. И он указан на наших страничках «Зеленая лампа» на сайте mixnews.lv и в фейсбуке на страничке «Зеленая лампа». Присоединяйтесь, зайдите, почитайте статью, посмотрите. Там очень много фотографий и очень подробный рассказ об Илье. А сейчас мы, наверное, хотим итоги, да, сказать. Итоги прошлой недели. В прошлой неделе после перерыва летнего небольшого мы продолжили работу «Зеленые лампы». И вот у нас... Так, где у нас эти итоги? Вот у нас, значит, мы помогали маме пятерых детей. Да, многодетная семья и маленький мальчик, 4-летний Андрей. Из Сунта-Жи. Да, Гофейчук, да, из посёлка Сунта-Жи. Мы собирали деньги ему на очень важную комплексную терапию. Потому что, естественно, семья, в которой пятеро детей, ещё с ними живёт старенькая прабабушка, ей 92 года, она вот ровесница практически, ну, как наш учитель, фотографий. А мама очень молодая. Да, и спасибо вам огромное. Мы очень переживали, что после летнего перерыва, может быть, как-то мы потеряли аудиторию, или там темп, или внимание наших читателей, слушателей. Но спасибо вам огромное. Вся сумма собрана. И собрано за неделю 4139 евро, что немножко больше, чем даже было заявлено. Все эти деньги, абсолютно все, без отчисления пойдут для лечения 4-летнего Андрея. Было сделано 773 звонка на сумму 965 евро. И ещё мы отдельно хотим поблагодарить. Второй А-класс 40-й школы. Это наши друзья нашей программы, учителя этой школы, и учителя, и родители. У них есть хорошая традиция. Каждый год. Да, каждый год в классе много детей. Вот представляете, если 30 детей, 30 родителей идут покупать букеты, да, то вот учителя решили, что один букет достаточно для этого праздника 1-го сентября, а все остальные денежки они собирают и переводят в помощь ребёнку, которому помогает зелёная лампа. Так что огромное спасибо 2-му А, учителям, родителям, вообще руководству школы, где так... Я вспомнила одну вещь, вот пока мы говорили, что вот эта учительница, в которой сейчас 2-й А-класс, несколько лет назад они тоже так же собрали деньги, позвонили и спросили, кому передать. И как раз передали Илье Баранову. То есть мы дали просто его счёт, и туда были зачислены эти денежки. Смотрите, какая связь получилась. Ну да, в этот раз вот они маленькому Андрею передали, а мы обращаемся к нашим радиослушателям и читателям, что на этой неделе, на целую неделю, наш телефон подключен к счёту, к целевому счёту для Ильи. И 9-03-0-6-3-8-4. Спасибо всем, кто может откликнуться и принять участие. И ещё одна очень хорошая информация. Нас порадовали вчера, тоже из серии «Как работает цепочка добра». Ильюша, запоминай. Как раз рассказывали, когда рассказывали про эту семью из пятерых детей, маленького Андрея и его маму Зайгу, она нам рассказывала о том, что вот она ездит из Сунда же в Ригу, но нет у неё прав, никак не может, не получается у неё ни по деньгам, ни по времени сдать на права. А ей очень надо. Потому что ребёнок, у него слабые ножки, это мышечная миопия. На автобусе ездила, такие далёкие расстояния. И она про это рассказала, мы про это написали. Программу нашу слушали в автошколе, центре автошколы. И руководитель, шеф этой центре автошколы, Зигмар Сволдинш, он оплатил ей полностью обучение. 100% обучение в автошколе оплатил маме Зайги, маме пятерых детей. И она уже занимается. Огромное ему спасибо, огромное спасибо всем людям, которые вообще откликаются вот так. Зачем он не для того, чтобы это сделал, чтобы о нём рассказали. Мы даже достаточно случайно об этом узнали. Просто у нас есть люди с добрыми сердцами, и поэтому нам кажется, что всё не безнадёжно, несмотря на никакие тяжёлые обстоятельства. Да? Согласен? Согласен. Ты часто встречаешь хороших людей? Очень часто. Ну вот. Ну и многие из них просто становятся твоими друзьями. Да. Я говорю, уникальный дар у человека. Мы не устаем удивляться. Даже так с Катериной я познакомился. Катерина Мут, с которой он будет делать фотовыставку тебе. Она сказала, что показала твоей фотоработой профессиональному фотографу, и он тоже оценил. Поэтому мы вас обязательно, дорогие радиослушатели, пригласим, чтобы вы за Илью вместе с нами порадовались. Мы просто ещё не знаем точное время. Чуть позже сообщим. Вот мы рассказывали про малыша, которому мы помогали на прошлой неделе, и у него вот этот диагноз – мышечная миопия. Это один из диагнозов, который, кстати, и у Ильи. То есть проблема в том, что происходит воспаление суставов, и болят и мышцы суставы, и огромная нагрузка на позвоночник. И вы можете представить, вот этот жизнерадочный человек, который сидит здесь, нам рассказывает про дельфинов, про фотографии, про цветы, про лошадок. У него 15 диагнозов. То есть ему 15 лет, да? Это сколько человек в своей жизни… Больше 15. Из них 5 достаточного сырьё, очень серьёзных основных, да. И мы удивляемся. Илья, как ты сам вообще себе объясняешь, откуда в тебе такой оптимизм, такой добрый взгляд на мир, такой какой-то позитив, ты как будто живёшь в каком-то своём… Мире, да. В своём отдельном, красивом, светлом, очень добрым мире. Ну, у меня мама тоже очень добрая. И мне, наверное, от мамы так пошло, что я очень добрая, и у меня как-то вот… Я на самом деле именно на мир смотрю другими глазами. Добрыми. Не злыми, а вот добрыми, что со всеми дружить хочется. И вот даже на площадке есть с детьми, вот просто иду знакомиться, вот потому что мне так хочется вот как… Чтоб больше друзей было, и… А скажи, пожалуйста, вот не приходят тебе такие мысли? Вот смотри, такие замечательные люди, как, например, Яша Бурляев, про которого мы рассказывали, даже уникальный мальчик, который абсолютно незрячий, но он учится, серьёзно занимается музыкой, он невероятный эрудит, просто энциклопедист. С ним разговаривать очень интересно. Ну, это, может быть, ты ещё про Яша расскажешь. Вот ты, да? И на вашу долю выпало вот такое вот в жизни, в судьбе тяжёлое испытание, потому что это… Мы здесь говорим, вроде как легко, так всё светло, это очень тяжело, это очень больно, это сплошные стрессы, это сплошные проблемы, да, это просто… Мы говорим об каком-то поверхностном таком уровне, да. На самом деле всё не так радужно, как мы здесь сейчас пытаемся рассказать. Не думала, вот почему? Такие хорошие люди, такие испытания. Не думала никогда, потому что как-то у меня вот никогда зла не было. Мне всегда радость была, и как-то даже о зле я не думала. В любой ситуации находить радость. Интересно, что когда ты был маленький, тебе очень нравилась сказка о золотой рыбке. Как ты для себя понимаешь, о чём эта сказка? Это сказка, потому что о доброте, что рыбка старику помогала, а вот старухе никогда всё не нравилось. Ей всё больше, 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 больше надо было. А вот старик, он мало что хотел, и вот рыбка ему помогала. Но вот старуха, вот всё, ей мало было. Ей больше всё надо. Такие люди всегда недовольны. Да, всегда недовольны. А ты не думаешь о том, что больше-больше? Нет, мне всего хватает. Единственное, что сейчас ещё про мечты «Золотой рыбкой». Вот эта мечта играть на органе. В принципе, Илья пришёл к этой мечте, вплотную он занимается, играет на органе. Но он сказал, что, наверное, посвятить себя этому и серьёзно уже на другом профессиональном уровне и он не сможет заниматься просто потому, что это нужны очень здоровые мышцы и суставы, руки и ноги. Но, Илья, давай продолжим про твои достоинства и таланты. Ты же органом сейчас начал заниматься, а фортепиано? Фортепиано уже шестой год. Так вот сейчас он занимается, представьте себе, в двух музыкальных школах, сразу в двух. То есть был дырайской органом, а в школе имени Паула Юрьевна занимается портепиано. А также он занимается, покажи нам, что ты с тобой принёс. Укулеле. Ну, это где ты занимаешься? Это я занимаюсь благотворительным фонде «Нац Луидзас». И вот я участвовал в конкурсе, к сожалению, не победил, но ничего, главное – участие, как говорится. И вот мне сказали, что я могу ходить бесплатно на уроки укулеле. И вот. А ещё ты поёшь, да? Да, пою. И сейчас он занимается в студии Анатолия Хвойницкого «Антекс» у преподавательницы замечательной, которую зовут Алена Милашкина. Да. Просто нам Илья про неё, вот Алена, большой вам привет и горячее спасибо, потому что Илья про вас бесконечно рассказывает, как всё здорово и как ему всё нравится. Сказала, что Алена будет слушать программу. Да, 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 да. Я ей лично привет передаю. Передаём всем привет. И Анатолию Хвойницкому тоже. Вот у нас уже программа к концу подходит. Я ещё хотела, вот маленький эпизод с вами пытаюсь рассказать. То, что мама нам рассказала. Илья Борец по своей натуре, он прям с рождения. Мама рассказала, что когда он родился, он был в таком тяжёлом состоянии, что врачи не знали, выживет он или нет. И нужно было срочное переливание крови, потому что там был резус-фактор, там трясательный, и ещё масса проблем. И пока ждали вот эту кровь донорскую, его увезли в реанимацию, а мама перестилала кроватку в палате, и она положила под простынку молитву, написанную на бумажке. И в этот момент, в какой-то момент она простынку откинула, и луч солнца яркий-яркий упал на эту молитву. Она замерла, и через некоторое время пришла доктор, взволнованная, в слезах, и говорит, я такого ещё не видела. То есть именно в эту минуту произошёл перелом в состоянии здоровья Ильи, то есть какая-то вот бог-помощь, что называется. И ребёнок стал выкарабкиваться. Она говорит, я такого ещё не видела, чтобы ребёнок, которому 12 часов с такой силой борется за свою жизнь. Всё закончилось хорошо в тот раз. Ну вот, конечно, диагнозы у Илюши тяжёлые, но совершенно непростой мальчик он у нас. Это очевидно. Значит, у Бога есть на тебя свои планы. Да. И ты эти планы уже очень... Даже дядя про меня говорил, что у меня какие-то ангелы-хоронители есть. Ну, конечно, у всех есть ангелы-хоронители. Илюш, ещё расскажи нам, какую книгу ты сейчас читаешь, тоже очень интересно. Конан Дойл, это Шерл Коумс. С Пушкина перекинулся на Конан Дойл. Да, потому что мы гуляли экскурсию Шерл Коумса, и мама переживала, что я не выдержу эту экскурсию. Я просто вот ходил, слушал внимательно, рядом с гидом просто ходил. Два с половиной часа. Два с половиной часа. Я ещё маме говорила, мам, а можно ещё? Потому что мне так понравилось. В общем, так увлёкся. Там есть фотография в костюмах Шерлока Холмса и мамы. Это когда был вот этот парад. Парад Шерлока Холмса. Костюмированный парад Шерлока Холмса. Теперь Илюша так заинтересовался не только Шерлоком Холмсом, но и историей Старой Риги, что он может сам проводить уже какие-то экскурсии. Да, мы надеемся, в ближайшее время ты с нами проведёшь такую экскурсию. У нас программа к концу подходит. Мы должны напомнить ещё раз вам телефон 93006384, евро 42 цента за звоночек. Всю неделю до следующего вторника этот телефон работает в помощь Илье Баранову, 15-летнему нашему гостю, чтобы помочь оплатить спио-костюм специальный, без которого ему очень трудно передвигаться и ходить. И заниматься музыкой, потому что это нужно держать в вертикальном положении позвоночник, и нужен этот специальный компрессионный костюм. Да, и счёт помощи, если кто-то может помочь больше, открыт в благотворительном фонде BeOpen. Есть все реквизиты на наших страничках, и никакие проценты, никакие отчисления с перечисленных на счёт денег не берутся, вообще ни цента. Поэтому вы смело можете быть уверены, что эта помощь дойдёт напрямую до Ильи. Ещё на сайте MixNews.lv есть рубрика «Зелёная лампа», и там в каждой публикации, в самом конце публикации, мы даём координаты, e-mail наш. Если у вас есть какие-то идеи или предложения, может быть, по фотосессии, вы хотите каким-то образом принять участие в жизни Ильи, просто пишите нам, мы как-то сведём вас контакты, координаты, обменяем телефонами. И ещё напишем, конечно, на нашей страничке в Фейсбуке «Зелёная лампа», туда тоже можете заходить и писать. Есть опция сообщения, можно писать там, мы увидим эту информацию. Илюш, мы тебе желаем, чтобы «Золотая рыбка» продолжала действовать в твоей жизни, чтобы твои мечты и дальше исполнялись с твоей помощью, конечно, да, сами они редко исполняются. Спасибо. Чтобы всё в вашей маленькой семье было хорошо. Спасибо. И здоровья, и сил, любви и терпения маме и бабушке. Спасибо большое, передам. Всего доброго. Это была программа «Зелёная лампа», вели её Ольга Авдевич, Рита Трошкина. И участвовал сегодня в нашей программе 15-летний Илья Баранов, рижанин, которому нужна наша помощь. И проходите мимо, принимайте участие. 9-00-6-3-8-4-1-42. Центр за звонок. Хорошего вам дня, хорошей недели. До следующего вторника. До свидания. До свидания.